Всем привет! В студии Роман Даров. Это новости на Универтв. В этом выпуске. КФУ принял на своей площадке студенческую конференцию «Точка зрения». ТНВ проводит конкурс для тех, кто хочет стать журналистом. В Институте психологии прошла Международная студенческая конференция. КФУ принял на своей площадке студенческую конференцию «Точка зрения». Какие вопросы были затронуты на мероприятии, расскажем в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялась ежегодная студенческая конференция «Точка зрения». В ней приняли участие проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и проректор по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов. С приветственным словом к участникам конференции обратился первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов. Казанский университет фактически является платформой, неким байконуром, который стал стартовой площадкой для запуска разных молодежных организаций, которые сегодня самые достаточные и работают в нашей Республике. Участниками конференции были обсуждены вопросы деятельности органов студенческого самоуправления вузов России, формированию кадрового резерва и поддержки талантливой молодежи. Со своими идеями, наработками и предложениями выступили представители организации «Лига студентов» и «Академия творческой молодежи Татарстана». Мы работаем не только с высшим учебным заведением, но и с профессиональными организациями. Это та школа, в которой мы помогаем всем студентам профессиональных образовательных организаций найти себя. Найти себя в той сфере молодежной политики, с которой мы работаем. И эта школа на самом деле помогает нам найти тех представителей, скажем, очень важного сектора экономики, которые задействованы в нашей Республике. Также выступили представители вузов КФУ, Балтийского федерального университета имени Камта и Магнитогорского государственного технического университета имени Носова. Артем Тупичкин, Ленардо Валетяров, Универньюз. Телерадиокомпания «Новый век» совместно с КФУ ищет талантливых выпускников средних общеобразовательных школ или средних специальных учебных сведений, чтобы дать им путевку в профессию. Айдана ТНВ-2019. Именно под таким лозунгом телеканал «Новый век» во второй раз проводит конкурс для тех, кто хочет стать профессиональным журналистом. Подробности узнавал наш корреспондент. 2 апреля 2019 года стартовал конкурс телерадиокомпании «Новый век» под хэштегом «Айдана ТНВ-2019». Проводится он для тех, кто хочет стать профессиональным журналистом. По результатам конкурса победители станут обладателями целевого гранта ТНВ на обучение в Казанском федеральном университете по профилю «Новые национальные медиа» и «Мультимедийная журналистика». После окончания вуза им гарантировано трудоустройство на главном телеканале республики. На грант могут претендовать учащиеся выпускных классов средних общеобразовательных школ, носители татарского языка. Желательным условием является наличие первоначального опыта в написании творческих статей или производства видеоматериалов. Для соискателей гранта обязательно сдача ЕГЭ по русскому языку и литературе. Сам конкурс проводится в три этапа. Первый тур – конкурс «Эссе» на татарском языке на тему «Мой лучший друг в свободной форме». Второй тур – творческий конкурс в кадре, что подразумевает креативную самопрезентацию в формате любого мобильного устройства. Третий тур – заключительный творческий конкурс в жанре интервью. Проводится на телекомпании ТНВ. Победители первого конкурса «Айдана ТНВ» уже учатся в Казанском федеральном университете. Безусловно, те знания, которые мы получаем в процессе обучения, они помогают нам и в практике. Мы их активно применяем, потому что во время учебы мы не только дополняем свои теоретические знания, но и улучшаем свои навыки, которые у нас уже хоть какие-то, но были, и развиваемся в этой сфере тоже. Срок проведения конкурса – до 17 мая 2019 года. Все подробности на официальном сайте телерадиокомпании «Новый век». В Институте психологии и образования Казанского федерального университета прошла научно-практическая конференция «Студенческая научная» сообщества 21 века. О ней наш следующий сюжет. Научно-практическая конференция «Студенческое научное сообщество 21-го столетия» началась довольно нетипично для подобного рода мероприятий. Артисты Татарской государственной филармонии создали положительный эмоциональный настрой участникам конференции, испытывающим большое волнение перед выступлением, исполнив гимн студентов и еще несколько музыкальных композиций. В аудитории присутствовали не только российские студенты, но и множество иностранных. «Эта конференция стала очень популярной среди студентов. Вы видите, сегодня принимают участие студенты из разных стран. Если раньше мы сотрудничали только со студентами в Казахстане и Киргизии, то сегодня вы видите это и Китай, Индонезия, Афганистан, Колумбия, Алжир. То есть студенты из разных стран принимают участие в сегодняшней конференции, и это радует». Целью студенческой научно-образовательной конференции являлось вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность, объединение усилий студентов в международном масштабе в решении различных проблем и вызовов современности. «Я проводила исследования по теме «Профессиональная компетентность педагога». На данный момент это очень актуальная тема, и поэтому я решила ее исследовать. Я думаю, в Казанском федеральном университете очень много возможностей развиваться именно в научном направлении, потому что очень часто проходят научные конференции различного уровня, и я планирую в них участвовать». В конференции также приняли участие студенты подготовительного факультета КФУ. «Я выступаю по моим странам, буду разговаривать. Моя тема будет культура Афганистана, еще история Афганистана, общие про Афганистан буду разговаривать». Еще одна конференция, прошедшая в эти дни в Казанском федеральном университете – «Молодежная и детская журналистика в системе национальных масс-медиа». Они и далее в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете прошла уже вторая республиканская научно-практическая конференция «Молодежная и детская журналистика в системе национальных масс-медиа». На конференции обсуждались вопросы развития и распространения печатных и электронных медиа среди молодежи, а также развития медиаресурсов на татарском языке. Сегодня мы проводим очередную конференцию, вторую, можно сказать, традиционную, республиканскую научно-практическую конференцию, посвященную проблемам развития детской и молодежной журналистики. Тема для нас очень актуальна, так как сегодня своего рода медиаобразование, медиавоспитание для школьников является очень актуальной. Конференция прошла 4 апреля не случайно. Она приурочена к большому событию в мире детской татарской журналистики. В эти дни именно отмечает свое 95-летие журнал «Ялкен». Это детский журнал. Очень бурно и активно чествовали торжественно в одном из театров нашей республики с участием руководителей республики. Ну и в рамках вот этого мероприятия мы проводим свою научную конференцию для осмысления проблем развития детской и национальной печати. Камиль Гемастинов, Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. Ежемесячный пресс-тур в Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась 4 апреля. О том, куда на этот раз отправились студенты, вы узнаете в нашем следующем сюжете. 4 марта состоялся ежемесячный пресс-тур Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального Университета. На этот раз студенты посетили осетровую фирму рыбоводного комплекса. В наше время естественное воспроизводство осетровых рыб сильно осложнено вторжением человека в их естественную среду обитания. Поэтому вопрос сохранения рыб как промыслового объекта и как вида стоит как никогда остро. Главную роль в этом процессе играют специализированные рыболовные предприятия. В нашем профиле производства именно это занимается воспроизводством. Мы должны выпускать молют. Значит, от 3 граммов, от 3 грамм, от 10 грамм, от 20 грамм. Но кто-то и желает граммов. Комплекс работает по принципу установки с замкнутым циклом водообеспечения, что позволяет поддерживать оптимальные условия для роста, развития и созревания рыб. В качестве живого корма используются ракообразные, характерные для нашего региона, которые производятся на территории предприятия. По поводу кормления мы используем специализированные корма для ситровых рыб. Значит, есть разные размеры кормов. Все зависит от вида, от размера рыб. Значит, кукурудный рыб получается один вид корм и кормится условно два раза в день. Самая мелкая рыба, вот те маленькие, которые мы смотрели, они кормятся через каждые два часа. В дальнейшем цех по производству рыб планирует расширяться, что позволит в будущем заниматься товарным производством. Алсу Саттарова, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. Это были новости на Универ ТВ. Всем до скорых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok